Сетевое сообщество бурлит. Нежданная закладка двух новых судов для нашего ВМФ вызвала настоящую бурю обсуждений. И, увы, они несут довольно негативный характер. Руководство флота активно критикуют за постройку безоружных корыт, пригодных, по мнению многих, лишь для колониальных экспедиций. Безусловно, подобная точка зрения абсолютно несправедлива, и родилась она во многом из-за банальной безграмотности. Здесь стоит отметить и то, что УДК как класс в нашем флоте ранее отсутствовали, а все авианосное вызывает резкое отторжение и недоверие. К сожалению, опыт эксплуатации адмирала Кузнецова оказался не слишком удачным, а все советские достижения в данной сфере для многих остаются не более чем малоизвестными мифами прошлого. Дабы исправить ситуацию и показать читателям, чем именно полезны универсальные десантные корабли для ВМФ России. Я предлагаю начать с краткого пояснения, которое даст нам понимание, с каким именно зверем мы имеем дело. Когда противники любых авианесущих кораблей апеллируют к их ненужности, им следует задать себе резонный вопрос. А нашим вооруженным силам вообще нужна авиация? Или же мы можем обойтись пресловутыми ракетами всех форм и размеров? Конечно же, предложение подобного рода выглядит как абсурд, но отчего-то совершенно логично смотрится в вопросах флота, конечно, лишь со стороны точки зрения его противников. Критикуя авианосцы и вертолетоносцы, никогда нельзя забывать о том, что это мобильные взлетные площадки и аэродромы, которые жизненно необходимы для любых морских операций. К сожалению, этот простой факт остается за гранью понимания всевозможных критиков. Итак, еще раз выделим главный тезис. Авианесущий корабль. Это возможность оперативного развертывания авиации нашего флота на мобильной взлетной площадке, коей и являются заложенные в Керчи универсальные десантные корабли. Из этого мы можем сделать следующий вывод. Боевая мощь и боевая ценность подобного корабля всецело зависит от его авиагруппы. Вариация базирующихся летательных аппаратов дает нам возможность варьировать и возможности самого вертолетоносца, от противолодочных до ударных. В случае кораблей проекта 23900, именно о подобном функционале и идет речь. Несмотря на смущающее всех слово десантный, перед нами в первую очередь предстает боевая единица, способная обеспечить огневое прикрытие штурмовыми вертолетами или же бороться со вражескими подводными лодками, что безусловно может в разы расширить возможности нашего ВМФ. В данный момент в качестве основных типов базирующихся на УДК вертолетов заявлены ударные К-52К и противолодочные К-27 в количестве 16 штук. Также неоднократно говорилось о возможном базировании БПЛА, подобная новость не может не радовать, ибо наличие беспилотных ЛА значительно расширит разведывательные и патрульные возможности. Безусловно, потенциальный функционал УДК еще более обширен. Здесь не стоит как отметать советский опыт использования вертолетов ДРЛ УК-25С, так и забывать о наличии в арсенале К-52К крылатых противокараб, равно ельных, ракет Х-35. Все это резко расширяет сферу деятельности вертолетоносца на морских просторах, что отлично подтверждает опыт Британа американских сил в 1991 году, когда наряд вертолетов ВМС-коалиции практически полностью уничтожил отступающие силы Иракского военно-морского флота, используя внешние целеуказания для наведения ПКР. Таким образом, рассмотрев возможности УДК чуть более внимательно, мы увидим, что из безоружного корыта корабль трансформируется в невероятно полезную плавучую оперативную базу. Как минимум, ее функционал можно подвести подобным списком. Операции по борьбе с морскими минными заграждениями. Противолодочные операции. Обеспечение логистики. Поисково-спасательные операции. Удары ПКР по надводным целям. Удары штурмовых вертолетов по наземным целям. Обеспечение поддержки операций спецвойск. Эвакуация и транспортировка раненых. Эвакуация личного состава. Обеспечение разведки и целеуказания. Обеспечение обширной зоны патрулирования и контроля силами БПЛА. Таким образом, вертолетоносец может стать мощным ядром любой боевой группы, а это особенно полезно в свете немногочисленности корабельного состава ВМФ России. Более того, судно такого типа может устранить ряд хронических проблем нашего флота, таких, например, как ограниченные возможности выдачи целеуказания по надводным силам противника, закрыть брешь в слабом противоминном оснащении и усилить ПЛО на любом потенциально угрожающем направлении. Безусловно, нельзя рассматривать вертолетоносец с позиции абсолютного оружия. Это крайне полезный многофункциональный корабль, но не супероружие, способное резко изменить стратегический баланс сил. У ДК можно рассматривать как символ возрождения нашего флота, причем возрождение здравого, лишенного бессмысленных концепций и перегибов. Мы наконец-то увидим крупный современный корабль, способный обеспечить боевую устойчивость ВМФ России на любом театре морских боевых действий. Судно, способное действовать как в ближней, так и в дальней морской зоне, что критически важно для оперативных возможностей ВМФ, тактические десанты, охота на вражеские ПРТ, обеспечение спецопераций и демонстрация флага у чужих берегов, и это лишь малая часть функций, которые примут на себя наши вертолеты-несущие корабли. Стоит, впрочем, добавить и ложку дегтя. К сожалению, в данный момент у России есть серьезные трудности, связанные с созданием морских авиагрупп. В первую очередь стоит сказать о весьма неопределенной ситуации с отечественными морскими многоцелевыми вертолетами. В данный момент в стране нет современной вертолетной платформы, подобной, например, американскому Сикорске Сэха-60 Сихок, производства. Ка-27 было прекращено, а наличествующие машины нуждаются в серьезной модернизации. Машины же, используемые армейской авиацией, непригодны для базирования на УДК, сказываются как размеры, так и ряд отсутствующих технических особенностей, например, складывающихся лопастей, а без многоцелевого вертолета серьезно сокращаются возможности и самого корабля. Отдельно также стоит упомянуть и то, что наши морские летчики имеют крайне скромную практику и налет, а концептуально российская военно-морская авиация пребывает в серьезном упадке. Все это, безусловно, решаемые проблемы, но их решение займет немало времени. В противном же случае пользу от наличия в составе ВМФ универсальных десантных кораблей можно будет обозначить, как крайние вопросы вызывают и заявления о наличии на борту вертолета на равно осца беспилотных ЛА. К сожалению, никакой информации о типе и задачах, которые будут стоять перед данными машинами, мы не имеем. Концептуально применение БПЛА видится в первую очередь в качестве разведчиков и патрульных. Однако вероятность базирования перспективного С-70 «Охотник» существенно расширяет спектр применения данного типа вооружений, вплоть до обеспечения авиационной поддержки спецвойск и нанесения ударов по вражеским летательным аппаратам. Впрочем, данные из мышления пока что остаются теорией. Остается лишь надеяться на то, что руководство ВМФ сможет побороть костность мышления и традиционное для России недоверие к БПЛА, дав машинам укорениться на палубах кораблей. Стоит отметить, что в данный момент существуют реальные проекты кораблей-носителей БПЛА. Так, например, Турция планирует вооружить свой универсальный десантный корабль TCG «Анадола» исключительно тяжелыми ударными беспилотниками. В рамках данной концепции авиастроительная компания «Байкар Макина», знаменитая в свете последних событий своими «Байрактор ТБ-2» и «Байрактор Акинце», начала работу над перспективной машиной вертикального взлета и посадки. Так или иначе, но из всецело готовых к производству и развертыванию летательных аппаратов для УДК, Россия имеет лишь вертолет К-52К, машину, безусловно, восхитительную, но крайне узкоспециализированную. К сожалению, ее выдающиеся, но исключительно ударные функции сильно ограничивают возможности самих кораблей. Впрочем, Катран абсолютно незаменим для поддержки тактических десантов, борьбы с малыми судами противника, например, ракетными или патрульными катерами, и в качестве носителя противокорабельных ракет. Никак нельзя не упомянуть и изюминку нашего военно-промышленного комплекса вертолет радиолокационного дозора К-31. Данная машина имеет положительный опыт эксплуатации, как в МФ России, так и в военно-морских силах Индии и Китая. Кроме того, это готовый и серийно выпускаемый образец, который может невероятно расширить возможности наших вертолетоносцев в условиях отсутствия палубных самолетов ДРЛ и серьезной нехватки их коллег наземного базирования. Вертолет ДРЛ ОК-31. Будущий острый глаз наших вертолетон равноосных соединений. В свете известных нам данных остается надеяться на то, что к моменту ввода в эксплуатацию наших вертолетоносцев проблемы с наполнением авиагруппы будут решены. В качестве самого практичного решения буквально напрашивается производство модернизированных вертолетов К-27, которые и должны составить костяк российской палубной авиации. В противном случае спектр полезного функционала кораблей проекта 23900 будет серьезно ограничен исключительно ударными задачами и морскими тактическими десантами. В остальном, безусловно, руководство ВМФ поступило крайне разумно. Невозможно создать мощного и функционального военного флота, не построив его ядра. Именно таким ядром и станут у ДК проекта 23900 ключевыми боевыми единицами, вокруг которых станет возможным формирование ударных групп для действий в дальней морской зоне, наши военно-морские силы смогут действовать вдали от морских границ и побережья России, ведя не только оборонительные боевые действия, но и оперируя на морских коммуникациях возможного противника.